Еще раз всем добрый день, хорошего вам пятницы и надеюсь, что сегодня будет полезный вебинар. И тема звучит следующим образом – использование CRM для повышения лояльности целевой аудитории НКО. Я сейчас буквально займу несколько минут, а потом передам слово нашему спикеру. Меня зовут Алексей Ниц, я являюсь вент-редактором Теплицы, то есть все, что связано с инфопартнерами, с какими-то взаимодействиями, то есть приорганизации мероприятий, сторонних и так далее. То есть вы можете писать мне. В том числе я провожу вебинары, видеороки Теплицы, и я сейчас расскажу об этом немножко подробнее. Я просто параллельно смотрю в чат. Окей. Да, почта моя есть, так что если есть какие-то предложения, замечания, вы всегда можете писать мне, я с радостью отвечу. Для тех, кто не знает, кто мы такие, либо тех, кто смотрит в записи, пару слов скажу о том, что у нас за проект. Теплицы социальных технологий – это такой общественно образовательный проект на базе некоммерческой организации Агентства социальной информации. И основная наша цель – мы связываем два полюса. Это некоммерческий сектор, это некоммерческая организация, инициативы какие-то, активистов и так далее. То есть тех людей, которые делают проекты и решают общественно важные задачи. И, с другой стороны, это IT-сектор, это те люди, которые владеют технологиями, знают, как делать что-то классное. Вот. Мы им говорим о том, что помимо всего прочего, помимо зарабатывания денег, вы можете делать что-то полезное для общества. Поэтому мы как бы вот связываем два этих полюса и публикуем на нашем сайте достаточно много материалов. Поэтому рекомендуем, заходите, читайте. В социальных сетях, наверное, найти очень просто. Мы теплицы.ст везде, слаж теплицы.ст. Поэтому, я думаю, что вы разберетесь. Двигаемся дальше. И по поводу вебинаров. Да, мы проводим два вебинара в месяц. Соответственно, мы провели достаточно много уже вебинаров. И записи вебинаров вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе «Мероприятия». Там есть вкладка «Вебинары». Либо ссылочка есть, потом можете скачать, перейти. Либо найти записи вебинаров на нашем плейлисте в YouTube. То есть кому как удобнее, в принципе, и там, и там можно найти. То есть здесь в каждом видео есть описание. И там же есть ссылки на слайды презентации. И еще пару слов касательно онлайн-уроков или скринкастов. Это такие небольшие видео, которые позволяют вам понять, как использовать какой-то онлайн-сервис или программу для того, чтобы сделать вашу работу более эффективной. И вот также рекомендуется посмотреть. Сейчас этих скринкастов достаточно много, и их уже более ста. Поэтому я думаю, что вы найдете что-то полезное. Так, двигаемся дальше. И хочу вам представить нашего спикера, приглашенного сегодня. Это Мария Алешина, координатор программы «Сторонники ВВФ России». Я думаю, что сейчас она, конечно же, более подробно расскажет все о себе и так далее. И, в общем, я передаю слово Марии, если меня слышно. Да, Алексей, вас слышно. Как слышно меня? Да, я слышу отлично. Так что я тогда отключаюсь, вот, а вы загружаете презентацию. То есть нажмите, чтобы она... Отлично. Так, всем привет. У меня эта камера работает. Меня видно? А видно? Да, видно. Отлично. Все, тогда я переключаюсь на презентацию. Так. Алексей, есть презентация? Я думаю, что все остальные тоже. Есть. Так что предоставляю вам слово. Да, спасибо. Рада вас всех видеть. Да, всем отличной пятницы. Много народу. Вижу 79 участников. Это безумно здорово. Мне кажется, что в пятничный день работать сложно, учиться сложно. И то, что вас так много, это прям для меня большая радость. Это мы все такие счастливые пятничные пингвины. Меня зовут Мария Алешина. Я координатор по работе со сторонниками Всемирного фонда дикой природы. Панда. Сторонники – это такие люди, которые делают пожертвования от 900 до 10 тысяч рублей в год. В моем ведении, как бы в моей ответственности таких около 20 тысяч человек. И сегодня я буду вам рассказывать о том, что такое CRM-система, как мы ее используем у себя и почему она может пригодиться вам. Ну, вы представляете, только у меня 20 тысяч человек, и я не смогла бы хранить ни информацию о них, не обрабатывать информацию о них, если бы у меня не было каких-то специальных программ или устройств для этого. Начинаем. Давайте так, еще два слова о себе. Я по профессии, по первому образованию инженер, но последние пять лет работаю в фонде, и честно на вопросы о том, что я делаю на своей работе, отвечаю, что я пять дней в неделю, в восемь часов в день спасаю мир. Думаю, что многие из вас могут ответить мне тем же, на такой же вопрос. А теперь переходим к тому, что будет сегодня. Так. Сегодня я расскажу, что такое CRM-система. Ну, буквально в двух словах основное определение и принципы, по которым это строится. Расскажу и покажу на примере из кухни, из жизни пант, на примере ВВФ, как это работает у нас и почему может быть полезно вам. И также расскажу, на что обратить внимание при выборе CRM-системы, к чему подходить, что выбирать вначале, на что ориентироваться. Продолжаем. Давайте знакомиться. Пожалуйста, ребятки, напишите мне в чат, кто из какой организации, чем она занимается. Мне будет как бы так приятно, полезно и более понятно, наверное, с кем я имею дело. Так что вы пока смотрите на эту калу, можете быстро написать, какая организация и специфика. Дети, звери. О, вижу, права человека, Международный фонд, пишет нам Евгений. Давайте. Я буду, может быть, будут единомышленники какие-то. Ну, я имею в виду, кто-то там про зверей будет, например. Вот. Пока пишите. Что такое CRM? Ну, самый основной термин, самое основное определение, которое можно найти в Википедии. CRM – это программное обеспечение, которое позволяет оптимизировать взаимодействие с клиентами. Ну, вот такая вот программа. Но мне куда больше нравится определение другое, о том, что CRM… Так, извините, почему-то у меня не идет клик следующий. Секунду. Воу-воу-воу. Но мне куда больше нравится определение о том, что CRM – это взаимодействие и модель взаимодействия с клиентами, которые ставят клиента на постамент и на… как это, в главный угол, наверное. В первую очередь, что мы общаемся и ориентируемся в первую очередь, ну, не на клиента. У нас в нашем случае это доноры, те люди, которые делают пожертвования. Ведь большинство из вас здесь – из благотворительных организаций. О, отлично! Я вот вижу, например, Центр Сестры, и вижу Перспективу, вижу проект Кешер. То есть прям отличный состав, ребятки. Вас очень много. Я прям смотрю на тех, кто здесь, и доброе дело, и прям рада вас всех здесь видеть. Все занимаются такими важными, безумно важными делами. И в данном случае нам, конечно, важно понимать, что мы занимаемся очень-очень важными делами, но при этом мы не могли бы их делать без тех людей, которые помогают нам материально. И вот в данном случае определение CRM, которое говорит о том, что Центром всей философии бизнеса, Центром всей философии нашей работы является донор, у нас не клиент, у нас все-таки донор, человек, который нам делает пожертвования, мне кажется, очень-очень важным, то есть держать это в голове. Теперь основные принципы построения CRM-системы. Важно, чтобы было наличие единого хранилища информации. Как я уже говорила, если даже у вас есть, как я говорила, у меня 20 тысяч человек, ну, нереально все это хранить и держать в каком-то виде, который бы позволял строить правильную, хорошую коммуникацию и помнить об этом, если у вас нет каких-то специальных средств для этого, технических я имею в виду. В нашем случае это база данных, написанная на Oracle. Очень важно использовать большое количество каналов взаимодействия. Мы пишем электронные письма, бумажные письма, смс-ки, звоним по телефону, устраиваем мероприятия и общаемся с людьми лично, приглашая их к себе в гости в офис. Все это нужно, и ведем в соцсети в том числе, все это нужно для того, чтобы человек знал о том, что вы делаете, знал о том, что вы делаете это благодаря его поддержке и оставался с вами в дальнейшем. Почему важно большое количество каналов информации? Сейчас очень сильно меняется мир. Человек не воспринимает... Очень большой поток информации идет. Чем чаще в разных местах вы о себе напоминаете, тем дольше человек держит вас в своей памяти. Это не значит, что кто-то что-то не помнит, но я по себе знаю. Если сейчас я иду в ленту Фейсбука, вижу потрясающий пост благодаря организации «Сестры» и перехожу и делаю пожертвования, легко, быстро, в три клика, все отлично. Но если я читаю их пост, перехожу на их страницу, понимаю, что мне сложно сделать пожертвования, что-то не так с механизмом или что-то еще, мне звонит телефон, меня кто-то отвлекает, я теряюсь и забываю. Очень большой поток информации. Поэтому важно, чтобы вы были во многих каналах информации и по-разному могли достучаться до ваших доноров. Очень важно анализировать информацию, собранную информацию о ваших донорах. На что они делают пожертвования, каким образом. Предлагайте им сделать пожертвования тем способом, который было бы удобно. Понимать, кто вам чаще помогает. Понимать, что работает, что нет. Говорите им спасибо, обязательно говорите им спасибо за то, что они сделали пожертвование на этот проект. И потом отчитываться перед ними о том, что вы сделали. Чтобы в дальнейшем они знали, что вам можно доверять, что на вас можно рассчитывать. И в следующий раз, когда вы обратитесь к ним за помощью, чтобы они не отказались, оставались с вами подольше. И, конечно, очень важно, чтобы любому сотруднику компании, любому отделу, любому человеку в отделе была доступна вся информация о человеке. То есть вам звонит Катя из Санкт-Петербурга, и говорит, я вам сделала вчера пожертвование. И Катя из Петербурга, ну, много тысяч. Нужно, чтобы можно было в три клика выбрать Катю из Санкт-Петербурга. Спроси, допустим, у нее e-mail. Выбрать ее и сказать, да, знаете, ваше пожертвование в 2000 рублей, сделанное через терминал Киви, вчера пришло. Спасибо вам большое. Нужно, чтобы у каждого была такая возможность, чтобы на кого бы Катя в отделе не попала, это можно было легко достать, и эту информацию можно было легко озвучить. А теперь, собственно говоря, уже не голословно, а в, скажем так, в картинках и цифрах, зачем это нужно НКО, зачем это нужно нам. Вот так вот выглядит 2015 год ВВФ. Ой, Голчонок, очень люблю Голчонка. Здравствуйте, Альбина. 2015 год ВВФ. 17 тысяч исходящих смс, 10 тысяч почтовых писем, 12 миллионов электронных писем, 7 тысяч телефонных звонков, сейчас больше, тысячи личных встреч, 153 тысячи новых людей, 67 тысяч пожертвований. По России. У меня спрашивают, это статистика ВВФ по России? Да, я даю статистику ВВФ по России. Все, что я даю, это по России. Как вы понимаете, такую информацию хранить в голове нереально. Спасибо, ребята. Кто-то пишет, что мы крутые, спасибо. Вы не менее круты, я уверена. Для чего нам все это нужно? Вот так выглядит наше пожертвование. Я думаю, что сейчас вы можете посмотреть на видео, на меня я покажу как бы на пальцах. Вот столечко. Маленький, такой маленький-маленький кусочек. Это наши первые пожертвования. У разных фондов эта статистика разная. Вот то, что я показываю, это первые пожертвования. Как бы, наверное, вот такое вот расстояние. Это не первые пожертвования. Это работа меня и моих коллег. То есть, всего 20%. И эта статистика не меняется уже где-то, например, такая, около трех лет точно, сколько мы ее ведем. Это значит, что мы получаем три четверти пожертвований от тех людей, которые остаются с нами. Для тех, у кого есть выход на первый канал, например, у них наверняка будет другая пропорция. Но я вам гарантирую, что если бы они ввели после того, как получат свое первое пожертвование, там, смс-кой на Первом канале, ввели систему коммуникации со сторонниками, то их статистика вполне, возможно, была бы похожа. Факт в том, что правильно общаясь со своим сторонником, вы получите еще три четверти пожертвований. Для чего нам все это надо? Ну, конечно же, для спасения мира. Помним об этом всегда. Еще раз повторюсь. Ой, это прям следующий слайд. А теперь у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у кого-то из здесь присутствующих уже есть CRM? Это может быть AMA, CRM, ну, какие-то специальные программы, либо таблица в Excel, таблица в Access, специальная благотворительная, или что-то еще. У кого-то есть? Напишите мне, пожалуйста, сейчас об этом в чат. Excel. Отлично. Давайте так, пишите, что у вас есть, и сколько контактов, ну, e-mail'ов, или телефонов, или чего-то еще у вас там хранится. Так, у большинства таблиц в Excel. Я вот смотрю, что здесь где-то, наверное, человек 5-6 написали в Excel. Есть люди в Битрексе, пишут ТЗН-разработку CRM. Ребята, вы крутые. ТЗН-разработку CRM-то очень важно. Около 12 тысяч контактов. Отлично, диск Google. Ребята, аккуратнее с диском Google. Они... Не факт, что хранят информацию. Хорошо, я слышала, когда тут данные утекали. Ого, Google таблицы опять. 8-8 таблиц под тысячу полторы контактов. Excel плюс рассылка e-mail через WordPress. Я еще кратко упомяну. Ребята, у которой ссылает e-mail через специальные сервисы, я еще упомяну, какие есть. Чуть-чуть, буквально в двух словах. Excel только крупные постоянно жертвовали. Тоже хорошо. XS Access планирует динамик. Сейчас ищем, чем заменить Google. Вижу, ребята, кто-то говорит мне про Pipedrive.com. Я про него, кстати, ничего не знаю. Это интересно. Excel, ActiveCampaign. А прокомментируйте мне, пожалуйста, вот Роман и Артем. Прокомментируйте мне, пожалуйста, Pipedrive.com и ActiveCampaign. Плюсы и минусы. Я потом это озвучу, когда буду говорить про разные CRM, которые могу порекомендовать, потому что я, например, про них ничего не знаю, а вы, видимо, знаете. Вот. Все, пока поток прекратился. То есть я вижу большинство Excel. Причем у многих уже по несколько тысяч контактов. У некоторых и десятки. Здорово, ребята, очень здорово. Смотрите, как выглядит наша CRM. Вот так выглядит паспортичка. Один из листов, относящийся к конкретному донору. Сразу скажу, что это не нарушение информационной безопасности и не нарушение закона о хранении персональных данных. В смысле, вот в данном случае, то, что вы видите на экране, это паспортичка моей коллеги, которая разрешила использовать ее для показа. Смотрите, что здесь хранится. Вообще, что мы храним в базе данных? Не могу сказать, что все, но мы храним очень многое. Мы храним фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес почтовый, адрес e-mail, несколько e-mail, адресов я покажу потом, несколько телефонов, родственников, если этот человек нам давал об этом. Начало списания, если есть окончание списания. Следующий слайд. Приближаю чуть-чуть. Каждое из того, что мы видели, полей имеет свою табличку. Вот это, например, табличка... Видите мышку? Табличка в правом верхнем углу показывает нам выбор адреса. То есть там прошит не кладер, но специальная база почтовых индексов и прочее, которая позволяет по индексу искать подходящие улицы. Хранится несколько электронных адресов плюс их статус. Мы закачиваем после рассылок. Со старым сайтом мы делали это автоматом. Сейчас мы делаем это вручную, пока не оптимизировали синхронизацию с сервером по отправке писем. Мы храним даты последнего прочтения. Если человеку пишется несколько возвратов с конкретного e-mail адреса, мы меняем статус адреса и больше ему не шлем на этот. Телефоны. Планируем сделать ту же вещь для телефонов. Сейчас у нас достаточно активно идет телемаркетинг, мы много шлем смс-ок, поэтому мы можем отслеживать актуальность телефонов. Дальше. Мы храним информацию о том, откуда человек пришел. Источники. Они делятся у нас по-разному. То есть человек мог прийти к нам в 2004 году из теста М-Сити, там была тестовая рассылка, и мы это сохраним. В дальнейшем мы осмотрим о том, откуда какие люди приходят, и также смотрим, усилить этот канал или нет. Сейчас могу сказать, что большая часть людей приходит из интернета. Ребята, скажите, пожалуйста, меня слышно, просто ни одного комментария не вижу, немножко беспокоюсь. Отлично, продолжаем. Извините, забыла сказать, вы можете задавать вопросы, часть из них я отвечу по ходу, которые будут краткие, а на часть уже в конце. Ага, ничего, комментируйте, отлично. Так, идем дальше. Это источники, откуда люди к нам приходят. Здесь это то, что мы им отсылаем. Расскажу про наш софт немножко попозже. У нас личная написанная, самописная база данных на Oracle. Сложная. Почему вам не подходит, скажу позже? Вот. Или почему вам нужно делать немножко по-другому в этом плане. Смотрите, здесь вы видите о том, что мы человеку отправляем. Мы ему отправляем почтовое письмо. Это фиксируем в базе. Отправляем электронное письмо, фиксируем в базе. Отправляем звонок, фиксируем в базе. Так, система синхронизации. Сейчас вопрос. Есть вопрос. Давайте я на него через слайд отвечу. Это по тому, что мы людям отправляем. И вот этот список того, что мы им там отправляем. Газету банда, смски разных типов, различные сервисы. Так, вопрос. Фиксируем ли мы вручную? Что именно фиксируем ли мы вручную? Вот это вот? То есть я могу сделать как? Да, каждый сотрудник, когда что-то делает, например, я своим сторонникам отправляю электронное письмо, я после этого захожу в базу, ставлю тут такой, ставлю там плюсик, добавляю конкретный сервис, сервисы уже прописаны вот здесь. Нажимаю кнопочку «Добавить всем» и добавляю там 20 тысячам человек информацию о том, что я им отправила такое-то электронное письмо. Ну, впоследствии я могу, собственно говоря, посчитать потом, кто из людей, получивших это письмо, сделал пожертвование и какими типами, если мне это будет надо. Да, база данных у нас заточена под конкретную организацию. Так, следующая информация о платежах. Был вопрос, синхронизирована ли система с банковским счетом или нужно все данные вбивать вручную. Система синхронизирована не с банковским счетом, она синхронизирована, как бы вам попроще объяснить. У нас есть платежный механизм, через который мы получаем пожертвования, который привинчен к нашему сайту. Это Хронопей. О том, как выбирать платежные механизмы, можете посмотреть в прошедших митапах у Теплицы. Мы с коллегой из Подари жизнь делали митап про разные платежные системы. Наша платежная система называется Хронопей. Она дает данные о прошедших платежах, которые проходят онлайн, на наш сайт, и оттуда база в полуавтоматическом режиме, то есть в автоматическом режиме, эту информацию получает. После чего человек в базе проверяет эту информацию определенными проверками, прописанными в базе, для того, чтобы не было дублей, чтобы там не было каких-то таких вещей. В целом информация в базу заканчивается про электронные платежи через сайт автоматически, но потом проверяется. Про разные другие способы платежей, Сбербанк, Альфа-Клик, УСМП, вы вот видите их сейчас на экране, они немножко по-разному закачиваются в базу, не вручную, не вручную, специальными запросами, но иногда это требует там как раз человеческого фактора, который там специальную выгрузку из Альфа-Клика должен подгрузить файл в базу. Вот такие вот вещи есть. С 20 тысячами сторонниками работаю я, и у меня есть помощница, которая помогает мне отвечать на электронные письма. Вот. Вопрос был, сколько человек работает с 20 тысячами сторонниками. Могу сказать, что с 400 симпатазерами, то есть с людьми, которые не делали нам пожертвования, работает также один человек. И, например, с маджер-донорами, то есть с хранителями земли, людьми, которые делают нам большие взносы с золотыми пандами, у нас сейчас работают два, до недавнего времени работало два человека, сейчас взяли еще одного. Вот. То есть на самом деле у нас больше, большая работа строится скорее на уровне людей с большими пожертвованиями. То есть чем, скажем так, индивидуальная работа начинается в нашем случае с пожертвованиями от 10 тысяч рублей в год, более индивидуальной, у меня все-таки более массовая. Так. Поехали дальше. А, извините, знаете, что хочу еще важное сказать про пожертвования. Мы сейчас достаточно много все делаем с регулярными пожертвованиями, точнее, как бы стараемся их продвигать, ведем по ним аналитику. У нас есть, я сейчас перерабатываю цикл коммуникации по возвращению людей с рекуррентными платежами, с ежемесячными платежами, которые уходят. И вот здесь вот просто этого не видно, но это есть. У нас есть, банк нам предоставляет, точнее, не банк, наш платежный механизм представляет нам информацию о том, когда заканчивается карта. После этого мы человеку звоним, говорим ему, пожалуйста, оформите списание с новой карты, ваша закончилась. Таким образом, благодаря вот тому, что мы работаем с теми списаниями, которые останавливаются, по последним данным, вот статистика реальная, этого месяца у нас 43-60%, в зависимости от того, по какой причине у человека закончилось списание, нам люди возвращаются. здесь просто есть, видите, вкладочки необработанные платежи, регулярные платежи облома. Вот регулярные платежи облома, это как раз та вкладочка, где говорится о том, что вот такое-то пожертвование и не прошло по такой-то причине. И вот по такой-то причине там все-таки банк выдает информацию не прямо очень точно. Опа, так, я посмотрю, сколько у нас времени, поняла, что вся презентация еще впереди, а я тут вам рассказываю про рекуррентные платежи. Очень важный вопрос про некоторые интернет-ресурсы для рассылки требует подтверждения того, где мы взяли эти контакты. Ребята, обязательно, обязательно, если вы собираете контакты, электронные контакты, телефоны, в e-mail, впереди подтверждение. Вам нужно, чтобы у вас стояла галочка, знаете, как в интернет-магазинах, во всяких, особенно спамовских интернет-магазинах, у вас стоит галочка по умолчанию, причем, что я согласен с договором оферты получать новости от чего-то там. Вам очень это нужно, потому что, да, что такое double opt-in? Double opt-in, например, это такая вещь, которая требует все службы с анти-спам-фильтрами типа мейла, Яндекса и прочего. Давайте так, это большой вопрос, я не буду на него отвечать, если хотите, напишите мне потом лично, в конце будут мои контакты, сейчас реально мало времени. Нормально ли люди реагируют на телефонные звонки? Ребят, ну это те люди, которые нам сделали пожертвование от 900 рублей, от чистого сердца, как бы, они нас любят, они нам помогают, и мы им об этом регулярно говорим. Нормально реагируют, по большей части, большая часть реагирует нормально. Покажу еще скрипт, там будет на одном листке конкретный скрипт разговора. Как еще скрипт построить, и в зависимости от того, кто у вас будет звонить. Но в целом нормально. Еще раз, вот это 2015 год ВВФ. Дальше. А теперь расскажите мне, пожалуйста, вот напишите в чатике, как вы общаетесь со своими донорами. Е-мейл, рассылки, какого типа, почта бумажная, телефон или что-то еще. Напишите, пожалуйста. А я вам расскажу потом, как мы это делаем. Так, чатик молчит. Ага, электронные почты, социальные сети, соцсети, звонки, звонки. Так, сразу еще вопрос, вы фиксируете это у себя? О, унисендер, про унисендер, вот мы тоже пользуемся унисендером. Не всегда фиксируете встречи, не фиксируем. Почему спрашиваю? Мы фиксируем все, даже личную переписку. В базе, я просто не показала этого, там отдельный принтскрин, у нас там хранится прям личная переписка. Человек, который написал нам в 2003 году, живя в Владивостоке, о том, что он хочет нам помогать, 10 лет спустя, переехав в Москву и спросив, меня позвонив, не спросив что-то, скажет, о, я же помню, Инна, вы в 2003-м там жили в Владивостоке, спрашивали, как нам помогать, как у вас дела. Мы фиксируем все. Это также позволяет, если что, ну, это участие к человеку, и если есть какие-то вопросы, то есть я могу, если надо ответить на письма коллеге, или что-то еще знаю, знаю всю проблематику. То есть если человек приходит, а коллеги, которые как бы занимаются вот этой группой, например, хранителями земли нету, я залезаю в базу, смотрю, что там написано, что написано, что вот у него тут родилась дочка, и в прошлом году он, например, приезжал и получил календарик, очень порадовался, и разговариваю с ним, уже зная о предыстории взаимоотношений внутри ВВФ. так, вижу, нет, то да, нужно. Потому что, да, люди делают вам пожертвования, но при этом они не разрешают на тот e-mail, который вам передает, который вы получаете, при этом они не разрешают вам слать электронные письма, и совершенно спокойно, и не разрешают им звонить, или слать смс на тот телефон, который вы получили, когда получили данные об их пожертвованиях. Редко кто будет скандалить по этому поводу, они же все-таки перевели вам деньги, но случаи могут быть, и люди вполне могут так делать. Алексей, скажите, пожалуйста, я уже сейчас понимаю, что мы задерживаемся с таймингом. Это сильно? Нет, ничего страшного, так что я думаю, что вы можете продолжать, просто, наверное, действительно надо часть вопросов по блокам разбросать, чтобы просто не задерживаться. Все. Тогда идем дальше. Ребятки жалуют, говорят о том, что у них мало народу, у всех мало народу, и я могу вам сказать, что несмотря на то, что у нас один человек там на, несколько, у нас целое дело на частные пожертвования, но при этом нам не с этими частными пожертвованиями и телемаркетинг, и волонтерский фандрейзинг, и планы мои 20 тысяч человек, и многое-многое другое. Лучше не будет. То есть у вас никогда не будет уменьшаться объем работ, меняться будет только тип того, что вы делаете. Надеюсь, да, очень надеюсь, что вы дойдете до того, чтобы у вас был прямо отдельный человек, а лучше целая команда. Так. Это гость, он без имени. Вот. Продолжаем дальше. Что мы делаем? Теперь как у нас. Электронная почта. Специально сделала вам много слайдов с картинками, что впоследствии скачали презентацию, посмотрели. Это одно из электронных писем, отправленное через Unicenter. Не буду останавливаться подробно, каждая прям отдельная тема. Бумажная почта. Мы начинаем нашу коммуникацию с теми людьми, которые делают пожертвовательное 900 рублей, с того, что шлем им бумажное письмо. Обратите внимание, вот там внизу есть конвертик с пандочкой. Если вы делаете бумажную почту, брендируете конверты, это не очень дорого и внушает доверие. У нас письмо, которое вы видите тоже там на заднем плане, индивидуальное. Это делается с помощью слияния. Это достаточно простая функция в Excel, и ее освоить несложно. Много видеоуроков в интернете. Брошюра о работе в ВВФ, буклет, где рассказывается очень много о том, как важно, как здорово, что люди стали частью фонда, как они именно, почему их поддержка очень важна. И, конечно, в чем именно они принимают участие. Очень много о самой панде, ну, как бы о самом фонде. Ну, и в конце там, конечно же, как сделать разные способы пошерчить. И вот такой значок в пандочка, из-за которого, например, мы не можем сменить службу отправки писем, потому что Почта России запрещает слать это в заказных письмах, не бандеролью. А нам очень хочется, нам не очень не хочется переплачивать. Вот, это так. немножечко из жизни панд. Так, бумажное письмо, не очень экологично. FSC-сертифицированная бумага, устойчивое лесопользование. Не переработанное, но FSC-сертифицированное. Это в концепции компании. Пластик еще сложнее. Пластик тоже не поможет. Кто-то предлагает использовать пластиковый. Не могу понять, что пластиковый. Ну, ладно. Когда нас спрашивают, зачем мы тратим бумагу, зачем вообще отсылаем сувенирку, мы говорим, что, конечно же, мы можем не делать этого, но мы это делаем как на память о добром деле, который вы сделали. Мы отсылаем эту пандочку, чтобы вы ее носили и рассказывали всем окружающим о том, что именно вы делаете и помогаете сохранить природу. Ну, и, конечно же, это очень-очень приятно людям. Они сразу становятся частью организации. Мы думали о том, чтобы прекратить это сделать как раз недавно, вот буквально в этом году, но пришли к мнению, что надо оставлять. Хотя мы сохранили... Про выбор СРМ тоже будет. У меня спрашивают, когда я расскажу про выбор СРМ. Так, меньше сейчас буду давать про коммуникацию тогда. Также новогоднее поздравление от панды. Здесь не видно на обороте квитанции. Обязательно. И различный призыв сделать пошерченными способами. Дальше. Это скрипт телемаркетинга обзвона. Потом посмотрите. Это мероприятия. Мы еще организуем мероприятия. То есть, какими именно способами мы коммуницируем с донорами? Разными. Про соцсети я здесь не сделала, но соцсетей тоже много. Естественно, все это сделано и прописано... Все это составляет единый цикл. Банальная ветка цикла. Когда человек входит, он получает письмо «Добро пожаловать» и «Спасибо за пожертвование». После чего, если у него есть почтовый адрес, ему отправится тот конверт, о котором я говорила ранее. Если нет, то мы ему звоним. После этого высылаем. Высылаем e-mail с трекинг-номером посылки, смс-трекинг-номером письма. То есть, даже в небольшой ветке «Добро пожаловать» мы используем очень-очень разные способы коммуникации. Про аналитику. Какую аналитику мы ведем? Мы ведем прежде всего актуальную, по запросу. То есть анализируем то, что нам надо. Сейчас что мы делаем в первую очередь? Это еженедельный отчет о пожертвованиях и откуда они приходят. То есть, какую сумму пожертвований дали хранители земли, какую сторонники, какую новые люди. Откуда, на какие маркетинговые акции они дали. То есть, это был ли это какая-то акция с просьбой о деньгах на конкретный соцпроект или на что-то еще. Это тоже учитываем. Дальше. Откуда приходят новые контакты? Ну и, конечно, постоянно ведем аналитику успешности каких-то конкретных вещей. Так. Давайте так. Я сейчас... Тут есть вопрос, давайте на него отвечу. Человек, сделавший хотя бы одно пожертвование, сразу получает бумажное письмо при условии, что дал свой адрес. Если пожертвование 900 рублей, то да. С помощью каких инструментов мы делаем аналитику? База данных и Excel. Ну, просто графики, база данных не рисует вот такие красивые графики, наши, по крайней мере. Я знаю базы CRM, которые рисуют такие красивые графики, но у нас это база данных, а красивые кружочки рисуются в Excel. Вот здесь, например, за декабрь топ денежных маркетинговых акций. Эта маркетинговая акция – это пометка, с которой платеж поступает в нашу базу. То есть это может быть какая-то СОС-акция или что-то еще. То есть откуда, на что именно человек делал пожертвование. Вот здесь, например, очень четко видно, что несмотря на то, что очень много, большое количество пожертвований делается по СМС, в сумме по деньгам их практически не видно на левом кружочке. Вот такие вещи делаем по запросу. Здесь было что? Здесь я тестировала почтовую рассылку. Мне было очень важно понять, актуальны ли сейчас почтовые рассылки. Нужны ли они? Нужно ли вообще тратить деньги на бумажную почту? Для этого отобрали в базе, отобрали тех людей, которые чаще всего делают пожертвования Сбербанком или другими банками именно в отделениях. После чего выслали им 1252 письма. Отклик 96% РУАЙ3. Дальше. Начали смотреть. Нужно ли этим людям обязательно слать письмо с квитанцией? Ну вот здесь, например, есть 14 человек, которые сделали в итоге пожертвование через Сбербанк Онлайн и 6 человек, которые сделали пожертвование через кредитку. Ну то есть вот этим 20 людям в следующий раз уже не надо слать письмо с квитанцией. Им вполне достаточно написать на электронную почту, судя по всему, потому что у них есть другие способы сделать пожертвование, которые для них более удобны. А вот остальным надо будет отправить письмо. И здесь посмотрели, у части этих людей были ли электронные адреса, а у части нет, у них были только почтовые. Ну и получилось, что те люди, у которых есть электронные адреса, делают пожертвования после бумажного письма гораздо меньше, чем те, у кого электронного адреса нет. Но тем не менее, Руай 2 – это тот минимум Руай, который мы считаем допустимым для нашей работы, и поэтому в целом можно людям с email отправлять бумажное письмо, но при этом там нужно будет смотреть в некоторые дополнительные вещи. Вот это вот аналитика одной отправки письм бумажных. Так, Руай. Руай – это коэффициент, который мы считаем полученные средства, когда мы делим, сейчас скажу, когда мы смотрим коэффициент полученных и потраченных средств. То есть это значит, что мы потратили там 50 тысяч рублей, получили 100 тысяч рублей, тогда Руай 2. И здесь мы обязательно смотрим, а выгодно ли нам работать с этим. Мы всегда считаем. Да, по отношению к затраченным. Да, все верно. Здесь просто кто-то пишет, что такое Руай, и мне тут пишут return over investment. Да, все верно, это он самый. Дальше. Считаем все. Мы организация благотворительная, мы живем на пожертвовании, мы не можем тратить деньги, не понимая, куда они уходят. Мы не можем отсылать там бумажное письмо просто в никуда. Мы обязательно должны понимать, что оно даст нам. И считаем. Например, недавно мы, я попросила, спрашивают, Руай 2, это плохо или с этим можно работать? У всех разные критерии. У нас Руай 2 считается, ну, мы считаем в ВВФ, что Руай 2, это вот минимум, с которым можно работать. Я уверена, что есть организации, которые не связываются с Руаем меньше там 3 или 4, на Каушне, наверное, есть. Но вот у нас Руай 2, это нормально. Этот слайд, это мы как-то смотрели, была высказана гипотеза, что есть числа, определенные числа месяца, когда у людей есть деньги, и они готовы их тратить больше. Ну, просто знаете, когда вы получаете зарплату, в первый день вы чувствуете себя королем мира, а потом вы платите коммуналку, что-то еще, что-то еще, и в третий день вы уже не чувствуете себя королем мира. Вот совсем-совсем не чувствуете королем мира. И тогда моя коллега сделала аналитику, чтобы посмотреть, а как у нас списание проходит в эти месяцы регулярные. И выяснилось, что, правда, есть числа в месяце, которые в списании проходят лучше. Видимо, потом люди просто снимают все деньги с карточек, и ничего у них не остается, а вот в эти дни он работает. Пока мы с этим смутно понимаем, что делать, потому что неоднозначно, это неоднозначная статистика. Дальше. Смотрим, списание или разовое пожертвование. Это мы тоже вычисляли. А нужно ли нам так сильно связываться со списанцами? Выяснили, что в нашей ситуации нам выгодно, чтобы люди оформляли списание, но только если при этом они дополнительно еще делают разовое пожертвование. Тогда это реально хорошо. А вот если они просто оформляют списание, то там списание не сильно лучше, чем разовое пожертвование. Так, здесь мы тестировали, какие суммы, смотрели, какие суммы списаний, вот как работают. Дальше. Вот, самое важное, для чего вы сюда пришли, с чего начать вам. Многие спрашивали, на чем написана база. База написана на урокле. Почему вам она не подойдет? Она написана в 2002 году. Она переписывается и дописывается и сейчас, постоянно. Написана с нуля. Она понятна только одному специалисту, плюс у нас есть еще один человек, который может читать код и менять какие-то вещи. Для этого этому человеку потребовалось достаточно длинное, длительное персональное обучение. Визуализация в базе неинтуитивна. Когда я пришла в ВВФ, я полгода работала с базой, прежде чем понять, что вот, и подумать, что вот здесь-то, может быть, еще что-то можно настроить и сделать получше. Я обратилась к нашему, как бы, к моей коллеге, которая занимается базой данных. Я ее вам, кстати, представлю заочно, потому что я в самом-самом последнем слайде вставила ее контакты. На тот случай, если вы уже начали писать собственную базу, и у вас есть вопросы по конфигурации, по всяким техническим деталям, нас может ответить. В самом последнем слайде будут ее контакты. Так, я сейчас секундочку читаю вопросы, посмотрю, на какие я смогу ответить позже. Ребята, я сразу скажу, что я не смогу ответить на все вопросы, ну, как бы, в процессе точно. Постараюсь на большинство ответить в конце презентации. Если на какие-то не отвечу, можете написать мне лично, я с радостью отвечу вам потом. Контакты есть в конце. Дальше. Но что делать? Ну, с самого начала до Excel. Лучший Аксесс. У них есть специальный шаблон для благотворительных организаций. Надеюсь, все здесь присутствующих знают, что пакет Microsoft Office, вообще, микрософтские продукты, Microsoft дает благотворительным организациям бесплатно. Нужно попросить. Вот взяли вопросы. Они взяли самим не писать базу. Сейчас расскажу, ребята. Не писать базу самим можно. Есть ли стандартные базы, которые недорогие, наиболее подходящие для НКО? Смотрите. Год назад Ассоциация фандрейзеров нашла специалиста, который должен был писать универсальную базу, думать и писать универсальную базу для всех НКО. Неделю назад у них было собрание Ассоциации фандрейзеров, и, насколько мне известно, они сказали, что нет, ребята, мы пока это писать базу не можем. То есть универсальные базы для НКО, прям вот универсальный, универсальный, пока нет. У меня вас обрадовать нечего, золотой ключик не найден. Есть что? Есть такие CRM, как Salesforce NGO. Она удобная, у нее интуитивный интерфейс, у нее ограничены функции аналитики, но первое время это совершенно нормально. Единственная проблема. Она с сентября 2015 года попадает под закон о хранении персональных данных. Дело в том, что Salesforce NGO – это реально классная штука. Но у них сервера, если мне память не изменяет, в Ирландии. То есть это международная база данных. И здесь, если у нас сейчас не просто примут, а начнут плотно гонять и бирать за шкирняк, а по поводу хранения персональных данных здесь будет все не очень хорошо, потому что с 1 сентября 2015 года все персональные данные должны храниться на серверах внутри России. Все персональные данные о российских жителях, о гражданах России должны храниться на серверах, которые стоят внутри России. Я не знаю, будет ли Salesforce покупать и арендовать сервера здесь. Не знаю. Знаю, что Salesforce пользуется Downside Up и довольны ею. Знаю, что Salesforce пользовались в Подари Жизнь, но это была как бы часть уже имеющейся самописной базы. Они делали ее как бы дополнением. Но при этом, насколько я понимаю, сейчас они не очень в ней уверены. У них очень хороший программист, который пишет им, ну, работает у них с их вот самописной базой данных, поэтому они на Salesforce, насколько я понимаю, сейчас не сильно завязаны. Если у вас, я не знаю, если вы международная организация, например, если вы можете как-то обойти, ну, как-то обойти этот закон, может быть Salesforce – это, ну, правда, хороший вариант. Что сразу скажу, и когда отвлекусь от темы, если вы просите CRM-базу, просите сначала бесплатно. Мы все фан-рейзеры, поэтому, поэтому просите бесплатно. Обязательно. Если вам отказывают, говорите, если вам отказывают, как бы на нижних ступенях, спрашивайте, а кто может принять это решение. Могу сказать, что так мы получили, то есть мы так получили бесплатный Unisender, Salesforce NGO, он вообще, по-моему, бесплатный, конкретно Salesforce NGO, вот как приложение, как подраздел Salesforce, он бесплатный. Но если, но Salesforce, но, по-моему, нужно лучше писать в главной офис, то бишь в Ирландию. В России они, по-моему, могут немножечко, как это, не хотеть помогать, а вот в главной офис писать совершенно спокойно можно. Дальше. Какие CRM вы можете еще использовать? Asoft CRM, Megaplan, AmoCRM, Shuga CRM. Могу сказать, что, например, наш корпоративный отдел использует AmoCRM, но вот он, наверное, тысячу контактов, я думаю. Но там можно хранить переписку, там можно хранить контакты, он очень интуитивный, он там хорошая, наглядная, как бы достаточно наглядная аналитика. Но тоже не панацея. Вот это те CRM, которые, в принципе, можно использовать. Но могу сказать, что Megaplan бесплатно не дают, пишут люди. Выходили на счет AmoCRM? Я не уверена, что AmoCRM ограничен по числу контактов. Это мое личное внутреннее ощущение про тысячу контактов, которое я сформировала, когда посмотрела на нее и как с ней работают мои коллеги. Может быть, и больше. Скажу, какой есть плюс у AmoCRM. Он очень легко интегрируется со службы отправки писем MailChimp. MailChimp – это один из топовых сервисов по отправке электронных писем, англоязычный, но очень хороший, очень такой достаточно простой. И AmoCRM, как я уже говорила, интегрируется с ним очень хорошо. То есть там вот прям интуитивно понятно. Но у меня спрашивают, как пишется MailChimp. Он по-английски пишется. Давайте я вам сейчас напишу здесь. Так, мне задают вопрос, что MailChimp платная. Почему они продаются в своих серверах? Ребята, MailChimp бесплатная до определенного количества. Платная после. Мы собираемся писать в MailChimp, как в... Мы хотим, например, лично мы хотим второй сервер, сервис для отправки писем, запасной. И хотим взять для этого MailChimp, мы будем писать ему вышестоящие инстанции и всячески просить нам скидки, бесплатные версии и прочее. Так, AMA CRM облачная. Shuga CRM тоже Salesforce, NGO тоже облачный. Shuga CRM, по-моему, всего open source, его код может дописать любой. Поэтому, честно говоря, я не уверена, сколько это как бы хорошая штука. То есть у вас есть в программе, может быть, и хорошо, но вот, честно говоря, не знаю, сколько это вам актуально. Так. Пока все организации, как бы, которые серьезно начинают искать себе CRM, из тех, что вот я знаю, приходят к тому, что пишут сами. Да, есть те, кто пользуется Salesforce NGO, но вот тот же Downside Up, они же международные. То есть я подозреваю, что они могут не думать о законе о сохранении персональных данных, например. Вот так вот, ребятки. С чего начинать? Как начинать собирать персональные данные? Обязательно, обязательно, если вы собираете e-mail или что-то еще, вам требуется opt-in, то есть вам требуется галочка о том, что люди согласны на передачу вам e-mail, и согласны получат вас почту и прочее. Посмотрите, как это делается у нас на сайте, либо у каких-нибудь крутых там, Азон, например, у них прям вот очень хорошо видно, что там их юристы долго сидели и смотрели на то, как собирать контакты. Это первое, что очень важно, помните о том, что вы должны получить подтверждение о том, что люди готовы получить вас в электронную почту. Второе. Есть такой сервис Double Opt-in. термин Double Opt-in. Это значит, что человек не только должен подписаться на вашем сайте, как желающий получит от вас письма по e-mail, но после этого ему должно прийти письмо, он должен кликнуть туда и подтвердить это. Сейчас mail, Яндекс и другие почты большие требуют Double Opt-in. То есть, если у вас достаточно большие базы, e-mail базы я имею в виду, для отправки электронных писем, и у вас они не подтверждены, вы можете со всем своим доменом попасть в спам-фильтр и ничего, ничего, ничего у вас больше не уйдет. Поэтому вам нужно, чтобы все ваши e-mail адреса были подписаны и переподписаны. Так, идут вопросы про собственный почтовый сервер. Собственный почтовый сервер хорош до некоторого количества e-mail адресов. Если у вас e-mail адресов больше, наверное, где-то от тысячи, пожалуй, имеет смысл все-таки брать специализированный. Они и на Google есть возможность создавать рассылки, меня спрашивают. Да, но какие плюсы есть у спосредизированных e-mail сервисов? Они дают вам аналитику, они отправляют письма через разные, даже вот не скажу, разными потоками, и спам-фильтры не так не начинают ставить напротив вашего домена галочки в спам, в спам, в спам. То есть у них есть хитрые пути, не то чтобы обходить спам-фильтры, но немножечко нивелировать нагрузку на получателей таким образом, чтобы у вас был меньше риска попасть в спам. Если у вас рассылки там, наверное, тысячи или около того, то лучше специализированные сервисы. Мы, например, думали, стоит ли писать нам на новом сайте специально отправлялку писем, для большого количества поняли, что нет, потому что все специализированные сервисы постоянно работают над тем, чтобы обходить спам-фильтры и прочее, и лучше доставлять письма, и делать аналитику. И они вам покажут аналитику, что вот Вася Петров прочитал ваше письмо в такой-то момент и кликнул на такие-то ссылки в нем. То есть и это все реально нужно. Так, потенциальные доноры собирайте отовсюду. Вы можете получать данные от людей, которые делают пожертвования от платежных механизмов, через которые вам переводится пожертвование. Но об этом у вас должен быть специальный юрдоговор, там должен быть пункт, ну, не специально, там должен быть пункт про передачу контактных данных. И тогда это вот задавался вопрос ранее о том, что если нам если вам передаются данные от неанонимных платежей, можете ли вы этим людям слать письмо. Если у вас все это прописано, можете определенным образом. Вопрос. Как подтверждать контакты, собранные на мероприятиях оффлайн? Галочка. Пусть просто будет галочкой роспись. По каждому контакту делать с канон анкеты? Нет, не надо делать с канон анкеты. Пусть они у вас будут. Вот как бы, просто не выкидывайте анкеты сразу, как только закончилось мероприятие. Так, база СМИ небольшая. Мы делали через гугл раз. Так, про базу СМИ. Ребят, с базами СМИ. Ну, мне кажется, что можете попробовать АМАСРМ. То есть, во-первых, он будет вообще в целом удобнее, переписку там вести и прочее. Продать через мелочи. Не скажу, понимаете, я вот со СМИ, с базами, честно говоря, не работаю, но могу сказать, что вот там САМАСРМ, я думаю, у вас с ними будет проще. И да, если вы НКО, конечно же, просите бесплатно АМАСРМ. Нам они бесплатно дали, если что. Вот. Дальше, как я уже говорила, доноры вы получаете, данные от банков. От Киви вы, например, всегда получите только телефон человека. Но телефон, тоже хлеб, с ним тоже можно работать. По нему можно позвонить и спросить остальные данные, если что. Так, интернет-платежи. Ну да, банковские выписки, интернет-платежи. Так, у меня тут еще раз просто какой СРМ нам бесплатно предоставили. А нашим коллегам из, мы моим коллегам из отдела по корпоративному, по работе с корпоративными донорами, АМАСРМ, они попросили его и получили его бесплатно. Все бесплатно просите. Сначала все просите бесплатно. Может быть, дадут, может быть, дадут скидку, может быть, и право дадут бесплатно. Тут как бы, как настойчиво просить. Вот. Что делать? Обязательно вносить информацию в единую базу данных. Excel – это Аксесс, СРМ. Вносите все. Главное – правильно ее разносить. Проверяйте предварительно, есть ли уже такой человек у вас, чтобы не было дублей. Делайте это регулярно. Если у вас мало человек, пусть это будет один человек, который час каждый день утром будет заниматься этим, или там полчаса, или там час два раза в неделю. Для внесения информации в единую базу данных, если у вас есть анкета или что-то еще большая стопка, вы можете пригласить волонтеров, обучить их, и пусть они это делают, как бы, если это у вас разово. Обязательно выделяйте крупных доноров. Если у вас не хватает сил и возможностей на всех, выделяйте крупных доноров. Вот их введите обязательно, и в первую очередь. Говорите им спасибо. Можно позвонить, даже лучше позвоните, если есть возможность. Пусть у вас будет тот же человек, который вас вносит, спокойный человек, который вносит данные в вашу базу данных, который регулярно ее обновляет, и там час-два раза в неделю по утрам приходит и просто заносит. У нас прям есть несколько человек, которые занимаются этим. Пусть, может быть, этот же человек прямо звонит и говорит спасибо крупным донорам или там сразу же высылает им электронные письма. Лучше, конечно, говорить спасибо. Обязательно-обязательно всем-всем-всем говорить спасибо. По электронной почте, по бумажной, по телефону. Как вы можете это делать? Можете это делать раз в неделю, можете это делать раз в день. Как у вас получится? На что обратить внимание? Когда вы подключаете себе платежный механизм, ну, например, Cloud Payments, Uniteller, Hronopay, Яндекс.Деньги, все эти платежные механизмы шлют своим клиентам по прохождению платежа письмо-отбивку. Поменяйте там текст. Пусть у вас не будет, что ваша покупка в фонд сестры, ваша покупка в фонд ВВФ 100 рублей там была совершена успешно. Поменяйте это. Если вы не можете сами отправить спасибо, вытрясите вот из вашего процессингового механизма возможность поменять вот эту вот форму, их обратное письмо. Обязательно. Ну, конечно же, отдельно, конечно, говорить спасибо. Так, с чего можно начать? Конечно же, отчитывайте о работе. В соцсетях, если у вас основная как бы основная работа в соцсетях по электронным письмам, по бумажной почте, рассказывайте то, что вы сделали и говорите о том, что вы это сделали благодаря людям. Отмечайте это у себя в базе данных. Рассказывайте понятно. Говорите о том, что не в специальных терминах. Говорите, рассказывайте историю. И говорите, рассказывайте ее эмоционально. И, конечно же, сделайте человека частью этой истории. Все действия фиксируйте в базе. Вот пусть тот человек, который общается с донорами, делает пометочку. Ну, и, конечно же, как бы выстраивайте, оптимизируйте, тестируйте, анализируйте, выстраивайте коммуникацию с донорами, тестируйте отклики, все, постоянно, потому что, вот как с электронными письмами спрашивают, вы спрашивали, под бумажными письмами. Мы шлем бумажные письма, потому что мы благодаря, можем дочинуться до тех людей, которые не... Извините. Благодаря бумажным письмам можем дотянуться до тех людей, которые не имеют других способов коммуникации с ними, отправить им отчеты о нашей работе и предложить помочь еще. Пробуйте новое. Сейчас рынок CRM развивается очень активно. Я думаю, что что-то появится, но вот пока прям волшебного ключика, волшебной палочки для НКО нет. Самое лучшее, что я знаю, Salesforce NGO, но вот оно, к сожалению, сейчас имеет некоторые проблемы. Так, извините. Мешка отвлеклась. Спасибо. Мы задержались. Нас, я вижу, уже стало немножко поменьше. Ребята, задавайте вопросы. И да, если вы решите писать собственную базу или думать об этом, то в последнем слайде контакты моей коллеги Елены Михайленой, которая занимается базой данных у нас сейчас. И если вам потребуется консультация, вот именно такая более программерская, про то, как ее писать, это к ней. Так, начались вопросы. Давайте буду их озвучивать. Как нам настроить ежемесячные автоматические пожертвования? Куда нам необходимо обратиться? Мы обслуживаемся ВТБ-24. Спрашивает Александра. Александра, вам нужно найти себе, давайте так, через что вам пожертвования переводятся? Яндекс.Деньги, Юнитейлер, Хронопей, как вам, через какой процессинговый механизм? Как я уже говорила, был метап у нас в Теплице, и вся презентация есть как раз в метапах Теплицы про процессинговые механизмы. Есть процессинговые механизмы, которые позволяют, у которых есть опция, чтобы человек настраивал ежемесячные списания. Вот мы работаем с Хронопеем, есть такой у Юнитейлера, есть новый игрок на рынке Cloud Payments. Они легкие, легко пришиваются, но они сейчас развиваются сильно. Вот. Вот вам нужно посмотреть вот это вот, на то, через что вам приходят пожертвования. Следующий вопрос. При каком количестве человек стоит заводить базу? Слушайте, от сотни точно надо. Хотя бы Excel, лучше Access. Вообще, наверное, надо все-таки, я думаю, про АМА-СРМ. Так, пишут, что я замечательная, крутая вообще. Спасибо вам, ребята. Прям вопросы отличные. Есть ли тренинги и мастер-классы по фандрайзингу у меня? Ребят, ну, я вот периодически сейчас, я с коллегой из «Подаря жизнь» вела метап, вела метап о платежном механизме в Теплице, вот сейчас был вебинар в Теплице, будет еще мастер-класс в Теплице. Я веду на разных конференциях, там, на белых ночах, где-то еще, всякие конкретные вещи. Ну, вот если есть запрос на тренинги, мастер-классы по фандрайзингу, будем думать. Это вопрос с Перешейну Станиславу. Будем думать, если надо, сделаем. Так, можно вернуть слайд с данными ваших коллег. Ребята, вы презентацию можете скачать. Вот, даю, возвращаю. Перед внедрением в CRM нужны схемы работы с клиентами. Можно делать одновременно. Про схемы, про систему коммуникации, схемы работы. У меня есть прямодельная презентация, и про это тоже можно долго рассказывать, как это все строится. Можно делать это одновременно. То есть вы делаете CRM и порабатываете схему работы с клиентами. Так, что у нас еще? Как мы отчитываемся? Так. Как мы отчитываемся пережертвованиями за расходы на данную часть работы? Есть ли у нас целевые пожертвования на это? Иначе получается, что человек отправил деньги на панта, а деньги ушли на значки. Как вы мотивируетесь на такое пожертвование? Ребята, у нас часть пожертвований... У нас есть такая форма, как уставная деятельность фонда. И часть пожертвования мы собираем на уставную деятельность фонда. И если человек не жертвует на какую-то конкретную программу, на какой-то конкретный проект, то в целом у нас деньги идут в общий котел и дальше распределяются по необходимости. Ну вот, да, ну, пишем, стараемся писать на уставную деятельность фонда. А в уставе у нас и природа охрана, и пропаганда... Нет, не пропаганда, а благотворительность. Ну вот что-то такое там есть точно. Есть ли проблема у AMA CRM с размещением информации на странных серверах? Ребят, по-моему, AMA CRM – это все-таки русская штука. Я про эти проблемы не слышала. Работаете ли мы через Global Giving? Нет, мы не работаем. Может быть, наши коллеги работают, не скажу. Ага. Ольга пишет... Ольга, я думаю, что Ольга, наверное, старости в радости пишет, что они в процессе подключения клауд-пейментса благодаря нашему метапу. Привет, Ольга. Я вам еще отвечу обязательно на письмо, извините. Так. Подумаем ввести платежи с автоматическим списанием. Смущает то, что это может вызвать негатив донора. Допустим, он забыл, что списываются деньги, или не хочет больше, чтобы списывались. Надо идти в банк и прочее. Как не вызвать донора негатив? Оксана Сабина. Оксабина... Ой, Оксана, извините. Оксана, вопрос... Знаете, вот... Во-первых, конечно же, когда человек оформляет списание, ему должно прийти письмо спасибо, где будет сказано о том, как важна регулярная поддержка, что благодаря его помощи вы можете планировать работу на долгие годы, месяцы вперед. И там должна быть кнопочка, если у вас нет кнопочки в личном кабинете у донора, должна быть кнопочка «Отписаться от пожертвования». Если вы собирает... Если он забыл, что списываются деньги. Я вот сейчас делаю пожертвования, по-моему, в «Дети наши», и они мне за три дня до того, как у меня должны списаться деньги, шлют письмо. У вас через три дня спишется пожертвование. Если вы не хотите, нажмите на эту кнопочку. Можно делать так. То есть можно предупреждать заранее о том, что человек спишется, пройдет пожертвование. Но в целом негатива по нашему опыту мало. То есть есть люди, которые пишут, что «Отпишите меня, пожалуйста, от списания». Они говорят, хочу помогать разовым. Или там, ну вот финансовая ситуация такая. Но в целом это не негативно. Это редко бывает негативно. Так, вы говорили только о работе... Сейчас, секундочку, пролезну. Длиннее. Вы говорили только о работе с пожертвованиями. Разве ВВФ не организует публичные акции? Вы призываете сторонников к чему-то, кроме пожертвований? СРМ помогает с этим? Так, ребят, про публичные акции. Про публичные акции. Мы иногда призываем... Мы иногда призываем подписываться под какими-то проектами, законодательными и прочими. СРМ помогает. Можно отправить людям, которые в прошлом году подписались на какую-то конкретную акцию, письмо с упоминанием о том, что в прошлом году они подписались на эту акцию, просьбе подписаться в этом году. Так, СРМ помогает. Но на самом деле чаще мы все-таки говорим со сторонниками про деньги, а акции – это больше на соцсети. Какую базу данных развивать для начинающего фонда? Я думаю, так. Excel, Access, AmaCRM. И когда вы дорастете, пишите свою. Где можно следить за новыми вебинарами? Ну, за вебинарами Теплицы можно следить на сайте Теплицы, собственно говоря. Моими вебинарами... Даже не знаю. У меня как-то их не очень много. Это первый. Можно ли презентацию где-то увидеть? Да, можно ее будет скачать после окончания. И в отчете на сайте Теплицы, я думаю, она тоже должна быть. Ведь вам Алексей точно скажет. А вот, пишет она, что во вкладке «Здесь презентация в разделе документы». Можете качать уже сейчас. Как найти щедрых доноров? У нас их пока очень мало. Ох, ребятки, что я вам могу сказать? Растите своих. Человек делает пожертвование в 100 рублей. Пишите ему спасибо. Говорите, какой он замечательный. Через три месяца... Пишите ему отчет. Через три месяца, простите, еще раз. У нас очень много людей вырастают. Именно вот из людей, кто делает пожертвование 900 рублей в год, они потом вырастают до 10 тысяч в год, а кто-то из них делает там уже по 100 тысяч в год и больше. Ну и, конечно, нужно копать конкретную прослойку щедрых доноров. Но могу сказать, что это очень специфическая работа. А на нее нужны специфические люди. Я вам тут прям так точно не скажу. Так. У нас больше женщин или мужчины? Какой возрастной состав? Так. По своим сторонникам говорю. У меня 65% женщин. Соответственно, 35% мужчин по сторонникам. Около... Чтобы не соврать, сейчас просто перед глазами этого нет, на память скажу. 50% это Москва, Питер, Московская область. Ну, 60% это города-миллионники. Все остальное это регионы. То есть, как бы нам помогают очень по-разному. Возрастной состав. Сейчас вспомним. Чтобы не соврать. По-моему, у нас где-то 80% до 45%. У меня есть подробная разбивка. Если она вам будет очень нужна, вы мне напишите, я вам скину. Просто на память сейчас не скажу. Давно на нее не глядела. Так. Так, так, так. Так, Наталья из Перми. Вам спасибо. По моему опыту, проще собрать пожертвование на долгосрочные проекты или разовые акции? Ребята, разовые акции работают лучше, но на долгосрочные проекты можно делать, можно как бы попытаться найти в долгосрочном проекте то, что нужно прямо сейчас. И еще долгосрочными проектами можно направлять людей делать списания. Например, у нас есть проект, у нас все проекты долгосрочные. Мы там рентродукцию передназиатских леопардов на Кавказе, чтобы не соврать, с 2006 года ведем. То есть, уже очень много времени. А поэтому мы находим какую-то часть в этом долгосрочном проекте, которая актуальна сейчас на нее. Ну и, конечно же, если нам нужно, чтобы реформировать списание, я чаще всего делаю так. Я пишу письмо с историей о том, как проект начинался, что происходило. Говорю о том, что вот долговременная поддержка очень-очень важна. Так, вам спасибо. Так, все-все хвалят, хвалят, я аж покраснела. Так, сейчас посмотрю, все ли я прочитала, все ли вопросы. Так. Я просто могу параллельно сказать, давайте мы сделаем следующим образом, что вот я кидаю ссылку на мероприятия в Фейсбуке, и если у вас остались какие-то вопросы или замечания, вы можете написать там. Мне кажется, это будет самый такой быстрый способ в коммуникации. Ну и все остальное. Я постараюсь сегодня тогда ответить. Да, потому что я понимаю, что действительно вопросов очень много, и как бы это такое, может быть, неограниченное время. Так. О, спрашивают, можем ли мы попасть под иностранных агентов. Ребята, вот сейчас вносят поправки про определение слова политическая деятельность, вот мы точно можем под них попасть. Так, вам спасибо, Руслан, из Санкт-Петербурга. Какие методики написания хороших, правильных, эффективных писем, спрашивает Ярослав Никитенко. Ярослав, мы с теплицей будем делать мастер-класс? Как раз по написанию писем, вот, где-нибудь, наверное, ну, в феврале, максимум в марте. Будем рассказывать там. Это тема большая. Я, знаете, очень советую читать Алана Пиза, там книга называется «Как писать письма» или что-то такое. Там очень много про то, как писать просто, в целом, потому что очень много шаблонных писем. Нужно тренироваться писать не шаблонно, а просто души. Вот, так вот. Так, все, вижу только спасибо. Вам всем спасибо большое. Была очень рада этому первому вебинару. Мне прям безумно-безумно понравилось. Рада всех видеть.